Итак, здоров народ! Сегодня у нас трюк АТМ на очереди и мы разберем как же делать этот трюк. На самом деле это очень простой трюк, для него потребуется всего три навыка. Первый навык, который мы должны уметь, это ловить мяч на шею. Мы его уже с вами научились и если не еще не научились, мы переходим на урок, который был раньше и учимся. Вторым навыком, который нам потребуется для трюка АТМ, это будет навык подброса и ловли мяча опять на шею. Обязательное условие для трюка АТМ, вы должны стабильно делать хотя бы 10 подбросов от 5 до 10. Все очень просто, это я все объяснял в предыдущем уроке, переходим по нему, учимся и после этого подходим к этому уроку. И третья часть у нас, заключительная в трюке АТМ, это вращение телом по кругу. Все очень просто, вы должны совершить вращение в тазобедренном суставе, в пояснице, прогнувшись вперед, должны делать вращение. После того, как вы освоите все эти три движения, можно приступать к первой части трюка АТМ. Первый и наиболее важный составляющий трюка АТМ будет выброс мяча через плечо. Как научиться выбрасывать мяч через плечо? В предыдущем уроке по трюку 360 я рассказывал, что для трюка 360 нужно уметь выкатывать мяч через плечо. Это же движение мы сейчас будем немножко модернизировать для трюка АТМ. Как выглядит наше базовое движение? Это выкат мяча через это плечо. Когда вы уже умеете это движение, у вас есть навыка понимания того, в какую сторону и с какой скоростью должно двигаться ваше тело, для того, чтобы мячик выкатился вот здесь. Для того, чтобы выбросить мячик, для того, чтобы он вылетел, нужно совершить более резкое движение. Оно будет схоже с движением по выбросу мяча с шеи наверх, но при этом мы будем задавать движение плечом. То есть нужно создать небольшое, так скажем, сопротивление, для того, чтобы мячик у нас не выкатился, а подлетел. Ваша задача на первоначальном этапе понять, как выбрасывать мяч через плечо. Итак, мы забрасываем мяч на шею, и первым нашим шагом будет резкое движение, более резкое движение, чем в трюке 360, в сторону и вверх, вправо. Более резкое движение через правый плечо. Если мы немножко будем подключать наше плечо движением вверх, мячик будет выбрасываться еще выше. Еще раз. Простым движением в сторону корпуса, резким, с задействованием плеча, немножко помогаем нашим плечом, дергаем его вверх, и мячик встречает сопротивление в виде нашего плеча и подлетает вверх. Для того, чтобы максимально, скажем так, ускорить движение мяча, можно сделать небольшой разгон. Да, но на это не стоит акцентировать внимание, это просто будет небольшой совет вам в помощь. Для этого мы немножко заводим тело сначала в эту сторону и даем небольшой разгон. Смотрите. Вот мяч у нас начинает вылетать через это плечо. Приступим ко второй части. Если вы уже научились выбрасывать так, как я вам показал, полпути пройдено, и остается только закончить вращение тела. Итак, первый шаг, который мы сделали, это выброс мяча. И в этом положении мы остаемся. Что нужно сделать для того, чтобы закончить трюк АТМ? В этом положении мячик у нас летит вот здесь. Смотрите. Вот он вылетел, вот мяч остается. Что нужно сделать, чтобы закончить трюк АТМ? Правильно. Обернуться вокруг него и поймать мяч с этой стороны. Выбросили, мяч летит. Совершили вращение телом и поймали мяч на шее. Раз, два. Самое важное, это первый шаг. Если он у вас будет получаться неправильный, либо не будет получаться, тренируйте до того момента, пока не получится. Правильный выброс – залог успешного АТМ. Многие спросят, почему так коротко и быстро. На самом деле, этот трюк реально очень простой. Самое главное в этом трюке – это правильный выброс через плечо, чтобы мячик летел вверх, а не просто выкатывался, или не вылетал прямо через голову. Как я все объяснил, первое движение. Еще немаловажным фактом в этом трюке – это, как всегда, работа тела целиком, как системы. Для этого нам нужно немножко пружинить нашими ногами. То есть, при наборе скорости для мяча мы немножко коленками присаживаемся, и все движение у нас болтается. Что очень важное в этом трюке – это первая часть. И второй важный момент – это многократность повторения. Я не раз говорил, что только тренировки решают во всех трюках. Не нужно обладать специальным талантом, чтобы научиться тот или иной трюк. Все зависит от времени ваших тренировок. Но на сегодня все. Если какие-то детали, нюансы вам будут непонятны, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал Дневник Фристайлера. Дальше будет больше. Всем пока! Друзья, забыл, еще один маленький советик вам дам, как я учился АТМ. Если у вас есть возможность тренироваться с камерой, либо с вашим другом, с партнером по тренировкам, важным моментом будет, что это чистота исполнения АТМ. То есть, мячик должен выйти с этой стороны и зайти через противоположное плечо. Многие делают АТМ резаные. Это когда мячик выбрасывается здесь, но при этом полного оборота не совершается, и мяч заходит через голову сюда. Вот для этого нам потребуется наш тренировочный партнер, который будет со стороны вам говорить, если вам сложно сконцентрироваться на всех деталях, чтобы со стороны на себя посмотреть. И второй момент – это камера. Всегда берите с собой, если есть возможность, берите с собой на тренировку камеру, ставьте, снимайте себя с разных ракурсов и выявляйте свои ошибки сами. Чем быстрее вы поймете, в чем вы неправы, какие движения вам нужно дорабатывать, тем быстрее вы научитесь. И очень важный момент – если вы сами додумываетесь для своих ошибок, вы совершаете огромный скачок в развитии. Не то, как вам говорят со стороны, чувак, ты делаешь неправильно, а если ты сам со стороны смотришь на себя и понимаешь, вот здесь ошибка, вот здесь неправильно, нужно это исправить. Работаешь над этим, и получаешь огромное удовольствие от своей тренировки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok